Любители и исполнители музыкального жанра шансон отличает глубина и широта души. У композитора, поэта и исполнителя Сергея Камы это проявляется буквально во всем. В творчестве, охоте, путешествиях и даже в футболе. Я часто выбираю друзей лишь потому, что я вижу, как человек себя ведет на поле в игре. Потому что здесь, я бы назвал так, выкристаллизовываются человеческие свойства. То есть человек может быть в жизни тихоней, он выходит на поле, он преображается, превращается в птицу. Здесь выплескивается то, что в тебе в душе. Футбольная сборная звезд российской эстрады образовалась еще в начале 90-х. И Сергею хотелось попробовать свои силы в настоящей команде. Однажды такой случай представился. В 98-м году Владимир Просняков-старший привел его в команду, где он занял достойное место. Поскольку мы с ним земляки, я его позвал, не знаю, что он играет хорошо. Естественно, я не мог быть в стороне от его творчества тоже. И вот на его диске, на последнем, наиграл какие-то сольные эпизоды на саксофоне. Игрок очень мощный, жесткий, я бы даже сказал грубый. Один из самых грубых игроков. Но это если шутка, а на самом деле такие игроки, такие люди, такие мужики вызывают уважение, когда люди бьются до конца за честь команды, за результат. Не всякий человек поедет в Англию для того, чтобы из футболки Челси сделать футболку Камо. Здесь не только природная хитрость, но и большое чество юмора. Сергей во всем избегает стандартов, и у него это получается. В жанре он выбрал свое особенное направление, которое отличает его от других. Охотится он тоже оригинально. Свою добычу оставляет в лесу живой и невредимой. Я себя называю добрым охотником. Я не ходил на большого зверя. А что касается утки, то есть я один раз подранил Тетерева, и то он от меня убежал. Да и как у болельщика у него весьма интересный взгляд. Но где видно, чтобы любимую команду выбирали по принципу выдачи визы. Стало модным появляться в составе каких-то там клубных болельщиков, 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 команд на различных ранговых матчах. Что касается моей английской посещаемости, мне нравится этот чемпионат по накалу. Очень высокий по накалу матч. И очень, я считаю, демократичная страна в смысле предсказуема. То бишь у нас нет проблем с визовой политикой, в отличие от Франции. Человек с неподдельным интересом к жизни всегда выглядит немножко ребенком. И искренне радуется любым победам, как творческим, так и футбольным. Внимание! Ярослава Артемова, Антон Новиков, Утренний канал Настроение. Субтитры создавал DimaTorzok